Всем большой привет, друзья! На Близконе 2019 анонсировали Diablo 4. Мы все давно этого уже очень ждали. Поздравляю вас! Я сейчас нахожусь в гостиничном номере в пяти минутах ходьбы от выставочного центра, где проходит Близкон. И здесь, в этом центре, на Близконе, стоят тодемо-стенды с Diablo 4. И на первом этаже для широкой публики гигантские, колоссальные, просто километровые очереди до этих стендов стоят, а на втором этаже для прессы очереди гораздо меньше. Большое спасибо тому, кто придумал эту систему. И я поиграл в Diablo 4 на Близконе 2019, чему очень рад и о чем спешу вам доложить. Первое, что бросается в глаза о Diablo 4, это игра гораздо более мрачная. И для этого даже не обязательно смотреть геймплей, для этого даже трейлер не обязательно было смотреть. Еще в самом начале Близкона, что вообще не свойственно Близкону, было предупреждение. То, что вы увидите, может быть недопустимо для детей. Детям это показывать возможно, не стоит подумать и дважды. И это было про Diablo 4. Все остальные игры, мне кажется, мрачнее у Blizzard не стали. Так что Diablo Immortal теперь будет окучивать мобильное направление у Blizzard, а Diablo 4, надеюсь, последующие большие крупноплатформенные части этой серии будут, видимо, окучивать мрачное направление. Каждую нишу Blizzard необходимо покрыть какой-то игрой. Но вообще, безотносительно атмосферы, геймплейно, это все та же Diablo. Я какое-то время назад думал, что, наверное, был бы смысл в том, чтобы Diablo сменила жанр. Чтобы это был уже не изометрический хак-н-слэш, а что-то скорее в духе Ведьмака или Dark Souls. Нет, Blizzard со мной, очевидно, не согласились. Diablo 4 относится все к тому же жанру. Изометрический хак-н-слэш или изометрическая RPG. Гораздо более современный, впрочем, и, в частности, мир, который нам предлагают, стал больше, стал открытие. Был совершен некоторый шаг навстречу MMORPG. Это не MMORPG. Эта игра не такая массовая. Здесь нет такого грандиозного мультиплеера, когда там сотни персонажей на экране. Мультиплеер пока что ограничен четырьмя игроками. Плюс больше игроков одновременно может участвовать в битвах против боссов. Об этом чуть-чуть попозже. Но все же элементы MMORPG здесь присутствуют. И время от времени, находясь в городе, мы будем встречать других игроков, о которых вообще не подозревали. Которых не знаем, их знать не хотим или хотим, неважно. Они там иногда будут появляться. И, в частности, несколько большая современность этой игры, Diablo 4, проявляется в том, что здесь полно кат-сцен. В Diablo 3 кат-сцен почти не было. Или они были, но они были такими же изометрическими. Это были, скорее, скрипты, а не кат-сцены. В Diablo 4 кат-сцены есть. И они, в том числе, обеспечивают бесшовность этого мира. Там, где мы ожидаем увидеть загрузочный экран, не экран загрузочный, а кат-сцена. Это красиво. И раз уж я начал говорить про боссов, время от времени камера в Diablo 4 плавает, меняется. И иногда меняется довольно сильно. В частности, если мы встречаем большого, скажем так, рейд-босса. И не только камера меняется, но и меняется режим. С условно-синглплеерного на люто-мультиплеерный. Я бегу в демке один, никого рядом нет, ощущение одиночества, которого, по словам разработчиков, они и добивались. Передо мной махина вырастает. Вражеское, монструозное создание. Камера резко отдаляется. И вдруг вокруг меня появляется множество других игроков. Видимо, всех тех, которые здесь и так были. Наши синглплееры сливаются в один большой мультиплеер. И чтобы я в этом муравейнике мог различать, где мой персонаж, где не мой. Мой персонаж выделяется зеленым кружком. И это уже и не хак-н-слэш даже скорее, а моба какая-то. И мы всей гурьбой валим босса. И нас там гораздо больше, чем 4 человека. Разработчики говорят, что пока еще не пришли к единому мнению, сколько игроков может одновременно валить босса в Diablo 4. Ну, я не считал, но их там много, полно. Заваливаем босса и переходим обратно в условно-синглплеер. Я спрашиваю, а можно ли, как в Dark Souls, выбирать в одиночку валить босса или с компанией? Отвечают, что некоторых боссов можно будет валить в одиночку по желанию или с компанией. А некоторых только с компанией. И, кстати, о боссах. На трейлере можно заметить Дюриэля, и его потом еще отдельно подтверждали. Дюриэль из Diablo 2 будет в Diablo 4. Один из сложнейших боссов моего детства. И боссы скалируются. В зависимости от того, сколько нас и какого мы уровня, боссы тоже будут менять свои характеристики. Естественно, это ожидаемо совершенно. И важный нюанс. Боссов можно будет валить игроками совершенно разных уровней. Скажем, игрок пятого уровня, игрок сорокового уровня смогут вдвоем валить одного босса, и игра будет подстраиваться таким образом, чтобы урон этих обоих игроков был сопоставим. Но при этом в Diablo 4 будут возникать ситуации, когда мы забежали слишком далеко, нас здесь еще не должно находиться, нам будет сложно, враги будут слишком сильными для нашего уровня, и нас будут нагибать. Намекая, что рановато пока еще сюда. Как все это будет сочетаться, возможность игроками разного уровня бороть одного и того же босса, и то, что разные зоны для нас слишком еще пока что большие, в них рано пока идти, не знаю, и я думаю, что разработчики, может быть, тоже еще не все знают, как у них будет, потому что игра в ранней очень стадии разработки. Скорого релиза ждать не стоит. И это при том, что на Diablo 4, как я теперь знаю, работа велась уже несколько лет, и команда Diablo 4 одна из самых больших в Blizzard вообще. Самая большая это команда Вова, ее не переплюнуть никому, но Diablo 4 одна из самых больших. И, кстати, команда Diablo Immortal у Blizzard есть, и ее возглавляет Уайет Ченг, который выступал на Близзконе с Diablo в прошлом году. Он не занимается Diablo 4, он занимается Immortal, и это отдельная команда. И они, ну, настолько независимы, насколько это возможно, в рамках одной кампании. В Diablo 4 будут маунты. Это, я могу догадываться, только связано с тем, что в более открытом мире напрашивается возможность более быстрого перемещения. Маунты есть, детали неизвестно, точно известно, что многое еще разработчикам предстоит разработать. В том, что касается маунтов, и в частности, коллеги мои спрашивают у них, как мы будем получать маунтов. А те отвечают, а не знаю, пока вот думаем. Как по-вашему нужно маунтов получать? Какие у вас есть идеи? Короче, работа кипит, и вот на этом уровне находится сейчас разработка Diablo 4. Просто, чтобы вы понимали, когда стоит ждать релиза. Нескоро. Во многом Diablo 4 попыталась вернуться к любимым нами элементам Diablo 2. Ну, например, выбор персонажей происходит у костра. Я считаю, что костер в Diablo 2 намного лучше, чем в Diablo 4, и жесты персонажей лучше, и атмосфернее он как-то. Не знаю, почему это сложно объяснить, но реверанс в сторону Diablo 2 засчитан. Это приятно. В Diablo 4 нам обещают развитая PvP. Нам и в Diablo 3 его обещали, поэтому обещать не значит жениться, но все же PvP вроде как будет, и как это будет происходить? Будут зоны, в которых можно PvP-шиться, а будут зоны, в которых нельзя. Да, кстати, пока не забыл, вот к слову о PvP. В игре будет хардкор. И разработчик, вот этот вот товарищ, Дэвид Ким, говорит, что не понимает, что же вам нравится так, что если вы умираете, вы играть больше не можете. Но, да, будет хардкор, вам нравится, поэтому будет. И это и интересный нюанс. Одному из главных разработчиков в Diablo 4 непонятно, почему людям нравится хардкор. И еще один шаг навстречу наследию Diablo 2. В Diablo 4 будут руны, и из них можно будет составлять рунные слова. Не знаю, насколько всеобъемлюще то, что я сейчас опишу, но, в частности, рунные слова, по крайней мере, некоторые работают так. Есть руны, отвечающие за условия, а есть руны, отвечающие за действия. И, скажем, рун, отвечающие за условия, может звучать так. Если противник оглушен, это руна условия. А руна, отвечающая за действия, может звучать, скажем так. То вы получаете плюс 100% к скорости бега. И если эти две руны составить в одно слово, если обе их воткнуть в один предмет, то получится, если противник оглушен, то вы получаете плюс 100% к скорости бега. Например. И что касается скиллов, скиллы снова были переделаны. Не было еще в истории Диабло ни одной части, которая не переделала бы как-нибудь скиллы. И скиллы в Диабло 4 это своеобразная квинтэссенция скиллов из Диабло 3 и из Диабло 2. Мы с одной стороны на каждую клавишу отдельно назначаем открываемые по ходу дела скиллы. С другой стороны мы прокачиваем отдельную совершенно ветку пассивных навыков, которая похожа на ветку скиллов из Диабло 2. И это сочетание назначаемых активных скиллов и модифицирующих, усиливающих их пассивных скиллов очевидно будет основой билдостроения Диабло 4. И наконец Герои. Герои это еще один скачок навстречу хорошо забытому старому из Диабло 2 в новой оболочке. Героев пока что три. Это всем понятная маг, всеми любимый варвар и друид из Диабло 2. Это не тот же самый друид. Это его то ли родственник, то ли знакомый. Но друид. И он превращается и в волка, и в медведя. Все лучшее очевидно в Диабло было придумано в Диабло 2. И про друида хочется сказать несколько слов отдельно. Превращение его в волка и медведя это два атакующих скилла. Это именно что атака. Мы автоматически превращаемся в волка, если совершаем быструю накапливающую ресурс атаку. И автоматически превращаемся в медведя, если совершаем тратящую ресурс мощную атаку. И так мы скачем между этими двумя формами. Как ни странно, выглядит и ощущается довольно приятно и прикольно. Так что пока Героев три в демке, в будущем нас ждут еще два класса. И в ваниле будет пять героев. Пять? Достаточно ли этого? Спрашиваем у разработчиков на интервью. А те проговариваются, что ну до дополнений будет пять, там с дополнениями больше. Так что будут дополнения к Диабло 4, это уже заранее они решили. И с дополнениями в игре появятся новые классы. И в этой связи хочу сказать, что бизнес-модель Диабло 4, я спросил это у разработчиков, они ответили, будет прежней. Это pay to play, плати и играй. Купил однажды игру и играй. Потом еще докупай и дополнение по желанию, если хочешь дополнительный контент. Конечно же хочешь. И это означает, что все эти наши былые разговоры о том, что Диабло 3 не приносит разработчикам денег. И модель была, бизнес-модель была выбрана неудачно. Нужно, чтобы игра генерировала постоянно доход, как Хардстоун, как даже Overwatch с его скинами, как Вовк с его подпиской. А вот Диабло 3 продается как есть, все ее купили, уже наигрались и больше не покупают. И, мол, с Близзардским отношением к долгому поддержанию многолетнему их игр, эта бизнес-модель плохо сочетается. И потому-то Диабло 3 стоит на месте, и Близзард ее не развивает, им это неинтересно. Оказывается, все это ерунда, потому что Близзард делают Диабло 4 с той же самой бизнес-моделью. Значит, довольны они этой бизнес-моделью. Что касается лора, на эти вопросы разработчики отвечают неохотно, объясняют это тем, что это секрет, спойлерить не хотят. Известно, что прошло 60 лет после событий Диабло 3 в Диабло 4. Спрашиваю, а что там делает Лилит, почему она злодейка, злодейка ли она? На это не отвечают. Спрашиваю, а будет ли в Диабло 4 Диабло? На это отвечают, какая же игра Диабло без Диабло. Так что в Диабло 4 Диабло, по крайней мере, будет. Сезоны, кстати, тоже будут. Спрашиваю, будут ли сезоны, отвечают, ну конечно же. Не понимаю, почему это конечно же, но сезоны будут. И в конце концов, не мог я не спросить вот чего. А не компенсацией ли за Диабло Иммортал прошлого года является анонс Диабло 4 в этом году? Мол, если бы не такая плохая реакция на Диабло Иммортал на Близконе 2018, на Близконе 2019, вы бы все равно анонсировали Диабло 4. Ответили да. Вот, мол, время пришло. Раньше были не готовы, а вот именно в этом году готовы. Диабло 4, друзья, еще раз повторю слова разработчиков, находится в ранней стадии. Еще очень многое необходимо доделать. И это, кстати говоря, видно в кат-сценах, явно кое-где графика требует того, чтобы ее подтянули. Кое-какие вещи явно сварганены наспех. Уверен, что в релизе все будет гораздо лучше. Но означает это, что релизу нужно будет еще хорошенько подождать. Естественно, никаких намеков на дату выхода Диабло 4 нам не дают разработчики. Я думаю, что реально сами еще не знают, когда это могло произойти. Там еще работать и работать. Но демка уже сейчас играется неплохо. Понятно, что она ограничена. Она отражает очень небольшую часть контента Диабло 4. Это маленькая-маленькая часть игры. А всей игре целиком, которой еще и нет, к тому же по этой маленькой демке судить невозможно. Но кроме демки у нас ничего нет. Поэтому если в двух словах я бы сказал, что Диабло 4, это, ну, понятно, это мрачная игра. Насчет сложности не ясно. И разработчики сами говорят, что они еще думают над этим и калибруют там кое-что. Я бы сказал, что сложность примерно, наверное, как в Диабло 2. Но в целом, с точки зрения игровых механик и ощущений, Диабло 4 это современная смесь Диабло 3 и Диабло 2. На мой взгляд, если отталкиваться от демки. И еще раз, друзья, позвольте поздравить всех вас, всех нас, с анонсом Диабло 4. Это историческое событие. Что вы обо всем этом думаете, пишите, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на канал, особенно потому, что к теме Диабло 4 мы наверняка еще вернемся. Не для того мы столько лет ждали, чтобы ограничиться одним и видео по Диабло 4. Надолго не прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»